Весной в доме Елены сменилась управляющая компания. Долг у бывших коммунальщиков закрыла, но он все равно появляется в счетах. Почему? Чтобы разобраться в этом вопросе, девушка пришла в судебно-претензионный отдел муниципального предприятия ДЭСЖКУ. У меня была задолженность 5000 рублей. Я ее оплатила в мае месяце. И сейчас мне потребовалась выписка из финансового счета. Я пришла узнать, задолженность моя исчезла или нет. Таких ответственных жителей, как Елена, немного. Ежемесячно в отдел обращается порядка 200 химчан. Относительно 19 тысяч должников – это капля в море. Хотя прием специалисты проводят ежедневно в центральном офисе «Мои документы». Здесь юристы проводят бесплатные консультации и объясняют, как погасить задолженность без судебных разбирательств. Мы помогаем всем получать необходимые справки, документы. У нас есть полномочия обратиться и в МФЦ, и в ЕИРЦ, получить размер задолженности, период задолженности. Имеем возможность к этому делу привлечь всех нанимателей, которые проживают в этой квартире, собственников, которые даже здесь не проживают, а проживают в других регионах Российской Федерации. Бояться юристов не стоит. Наоборот, специалисты в первую очередь стараются войти в положение человека и помочь ему. Если вы остались без работы или оказались в тяжелой жизненной ситуации, то сотрудники могут заключить соглашение о поэтапном погашении долгов. За 8 месяцев этого года собственники добровольно перечислили более 17 миллионов рублей. Если у гражданина большая задолженность, ему дается рассрочка минимум на 6 месяцев. С правом продления, пролонгации этой рассрочки на такой же период, если гражданин своевременно и в полном объеме исполняет условия этого соглашения. Узнать задолженность, погасить ее или оформить рассрочку платежей можно с понедельника по пятницу без предварительной записи по адресу Юбилейный проспект, дом 67Б, кабинет 22Б. Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко, Служба новостей.